Продолжение следует... 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 Большое спасибо, профессор Аканов, за такое теплое представление и за приглашение. Для меня это большая честь и огромное удовольствие находиться здесь. Я посетил страну и увидел много красоты вашей страны. Я получил большое удовольствие от вчерашней экскурсии по некоторым живописным местам пригорода Алматы. Но давайте перейти к предмету нашей лекции. Дело в том, что я хочу сделать, это дать вам впечатление, какой был мотиваций, который сделал Бат Сакман и я, в том, что я бы хотел показать, что мотивировал меня и моих коллег проведению той работы, которую мы в итоге сделали. И позвольте мне немного вернуться назад в историю и поговорить о некоторых идеях, благодаря которым возникли представления о биоэлектричестве. Конечно, исследования по биоэлектричеству получили большое развитие более 200 лет назад, когда Луиджи Гальвани и Александра Вольта начали свои исследования, используя лягушек. И обнаружили, что существует биоэлектричество. Спустя 100 лет, известный нейроанатомой из Испании Рамон и Кахаль в своих великолепных иллюстрациях продемонстрировали, как выглядит наш мозг и показали, как прекрасно устроена сеть нейронов. Сегодня мы знаем, что наш мозг является сетью более чем 10 в 12 степени нейронов, которые связаны между собой так называемыми синапсами. Рамон и Кахаль также уже на тот момент предоставили достаточно интересную гипотезу по тому, как распространяются сигналы. Если вы посмотрите внимательно на этот рисунок, то вы увидите небольшие стрелки. Это то, как они представляли себе распространение сигнала. И мы должны признать, что они были, в принципе, правы. Конечно, тогда он не знал, что это за сигналы. Однако, примерно в то же время, физиолог из Бернидля Юлиус Барнштейн записал первый электрический сигнал, который является аналогичным потенциалу действия. И он показал, что эти сигналы имеют мощность в миллисекунду. Через 50 лет наши представления о потенциале действия уже получили серьезную базу благодаря работам Ходжкина и Хаксли, которые изучали гигантские нервные клетки кальмара, и смогли разложить токи ионов, которые происходят в клетках, на токи калия и натрия. И они смогли доказать, что если мембрана имеет эти свойства, то, что клетки могут формировать какой-то физический ответ в ответ на реполяризацию. То есть после потока натрия следует поток других элементов. И поместив все эти данные в определенную последовательность дифференциальных уравнений, они смогли показать, что решение этих дифференциальных уравнений они обнаружили, что именно эти токи ионов обусловливают электрические импульсы. Будучи студентом, я очень впечатлился вот этой идеей того, что у нас в нашем теле существует электричество. И решил, что изучение биоэлектричества будет основной темой моей работы. После изучения физики, мне повезло, я поступил в лабораторию доктора Люкса, который предложил мне работу по PHD, касавшуюся электрофизиологической записи нейрональной передачи у улиток. Кстати, эта фотография была сделана во время моей первой научной конференции, которая проходила в Которе в Югославии в июле 1969 года, где я впервые встретил коллег из Восточной Германии, России, Украины, также из Балтийских стран. И, возможно, там были и ваши коллеги, которые сейчас находятся здесь. Итак, это потенциал действия, который я записал во время своей работы на PHD. И, как я уже говорил, потенциал действия на тот момент понимался на базе работ Ходжкина и Хаксли. как изменчивость проницаемости мембран. Большим вопросом в то время было, каков же механизм изменения проницаемости? Ходжкин и Хаксли уже обсуждали наличие каких-то особых может быть ворот, которые могли бы обусловливать изменение проницаемости. Которые меняются из-за каких-то электрических воздействий. Но были также и другие альтернативные механизмы, как переносчики ионов, то есть молекулы, которые переносят ионы через мембрану, или изменения липидной оболочки. Но было одно поле исследований, это изучение искусственных мембран на так называемых бимолекулярных мембранах, которые, если говорить об их электрическом потенциале, являются очень хорошими переносчиками токов. Однако, если вы добавите небольшое количество определенного антибиотика, например, как грамицидин, вы увидите, что резко увеличивается амплитуда вот этих записей, если вот эти молекулы, которые вы видите здесь, вставляются в мембрану, и таким образом формируют канал, то есть отверстие, через которое могут вещества проходить через всю мембрану. То есть это был пример того, что что-то наподобие ионных каналов может существовать. Но нужно было доказать, что такие же каналы есть и в живых тканях. Окей. Так... Одну секунду. Позвольте мне показать еще раз магнитуду вот этих токов. Здесь есть калибрация, которая говорит, что эти токов на уровне магнитуде около 1-2 пикоампер. Она находится в пределах от 1 до 2 пикоампер. Для того, чтобы показать, что такое пикоампер, я изобразил вот эту стрелку, которая показывает количество зарядов по логарифмической шкале. Вы видите, что в обычной лампочке ток примерно равен 1 ампер. В электронных некоторых схемах до 10 в минус 3 миллиампер. Это наибольшие токи, которые вы можете наблюдать в живых тканях. Например, как в аксонах кальмара, которые описали Хачкин и Хаксли. Но обычно в живых тканях токи имеют силу тока примерно 10 в минус 6 степени ампер, то есть микроампер. Например, потенциалы в конечной фазе, когда мышца сокращается. Они также состоят из еще меньших единиц, которые показывают передачу в различных отдельных пузыревесикулах. И мы знаем, что эти токи образуются при трансмиттере. как бы одновременно открытии и закрытии тысяч ионных каналов. И проблема, с которым мы столкнулись на тот момент, что все существовавшие методики измерения тока, силы тока, работали только в определенных долях наноамперы. То есть эти методы были слишком нечувствительными для измерения токов, которые мы хотели измерить. Поэтому нам нужно было найти какую-то абсолютно новую идею. И это то, что сейчас называется методика локального фиксирования. И идея состоит в том, чтобы не вставлять электрод в клетку. То, что раньше была стандартной процедурой, и та методика, которой я пользовался при своей работе в PHD. Идея состоит в том, чтобы просто коснуться мембраны поверхности клетки для изоляции этого небольшого фрагмента мембраны и для проведения электрических исследований. И идея была в том, что если изолировать этот участок мембраны, чтобы была возможность его измерить, подключить к амплифайеру, то можно было бы получить результат измеримый, который мы могли бы действительно увидеть. И когда мы начали эти эксперименты, когда я говорю о себе и о Берти Сакмане, моем коллеге, это было очень сложно. Мы использовали мышцу лягушки. Нам нужно было изолировать отдельное волокно. Нам нужно было удерживать его на стекле микроскопа. Мы вставляли два классических микроэлектрода для того, чтобы создать потенциал на поверхности мембраны. А затем мы попытались подойти к мембране, используя нашу методику изоляции фрагмента мембраны. Наша задача на тот момент была измерить потенциал, который возбуждается таким нейротрансмиттером, как ацетилхолин. И вот этот темный край, по сути, является тем самым краем, где мышечное волокно контактирует с нервным. И известно, что именно в этом регионе высокая чувствительность ткани к нейротрансмиттеру ацетилхолину. Поэтому мы использовали очень низкую концентрацию ацетилхолина и пытались измерить ток. И после двух лет безуспешных попыток мы наконец-то нашли ту позицию, в которой было хорошо видно вот это вот изображение здесь, вот эти токи. Позвольте мне объяснить, почему мы хотели использовать этот подход. Конечно, здесь есть один интуитивный аргумент. Что может быть просто проще поймать какой-то отдельный канал из фрагмента мембраны. Вместо того, чтобы измерять все токи, которые идут в целой клетке. Но был также и физический аргумент. И что минимальные колебания, которые могут быть измерены любым путем. Это так называемые шумы Джонсона. Вот это уравнение может быть найдено в любом учебнике электрической инженерии. В этом уравнении просто представлено, что значение вот этого шума может быть вычислено как квадрат, квадратный корень. То есть здесь идет формула по измерению этого шума как квадратного корня из произведения коэффициента времени и частоты, деленная на сопротивление. И это говорит о том, что чем ниже этот шум, тем выше сопротивление внутреннего источника этого шума. Используя это уравнение и определяя сопротивление резистора, то, что нам нужно для достижения нашей цели. Т – это просто температура 300 градусов по Кельвину. Ф – измеряется в килогерцах. Миллисекунды – это единица измерения в метрофизиологии. Ф – и шум, который измеряется в некоторых долях пикамперы. Ф – вы обнаружите, что вам нужен будет внутренний резистор, сопротивленность которого будет больше 200 мегаом. Ф – на тот момент все клетки, которые тогда использовались, были крупными клетками. Ф – как, например, гигантские нейроны. Ф – поскольку только такие большие клетки смогут выдержать внедрение микроэлектродов. Ф – и их внутренний импеданс был гораздо ниже. Ф – то есть, проще говоря, эти клетки были улучшены. Ф – очень большими. Ф – но, исходя из этого уравнения, Ф – мы узнали, что там нужно работать над импедансом источника сигналов. Ф – если вы посмотрите еще раз на этот рисунок, Ф – вы увидите, что источник сигнала находится на участке мембраны в пипетке. Ф – и большая проблема, что контакт между мембраной и стеклянной пипеткой не настолько тесный, как на этом рисунке. Ф – всегда есть здесь слой воды. Ф – и большая проблема была обнаружить такой положение, Ф – когда сопротивление между мембраной и стеклянной пипеткой было бы максимально возможным. Ф – мы работали над этой проблемой Ф – и обнаружили условия, Ф – каким образом этот мембранный контакт может быть улучшен, Ф – для того, чтобы получить лучшие результаты. Ф – позвольте мне сначала сказать об ацетилхолиновых каналах. Ф – на тот момент, когда мы проводили эти исследования, Ф – биохимия на тот момент продвинулась, Ф – что ацетилхолин был как бы новым обнаруженным нейротрансмиттером, Ф – и были определенные связывающие рецепторы для ацетилхолина обнаружены. Ф – и связывание молекул ацетилхолина вызывало изменение конфигурации. Ф – что в свою очередь вызывало открытие канала. Ф – и мы таким образом смогли и решить те изначальные вопросы, которые возникали у нас. Ф – это обусловленное каналами, Ф – русскиеanni «Электрическая возбудимость тканей». Ф – И вместе с Ф – это Temaxol��를 при деполяризации нервной мембраны и в среднем каждой из этих линий мы смогли сделать суммирующую линию, которая показывает все токи и мы обнаружили, что это изменение в линии происходит потому, что открываются ионные каналы примерно в один и тот же момент но поведение отдельных каналов было очень похоже на поведение ацетилхолиновых каналов но отличием было то, что эти каналы реагировали на изменение электрического напряжения в то время как ацетилхолиновые каналы открываются в ответ на химическое воздействие и так, когда мы произвели эти измерения мы концентрировались больше на электрической возбудимости, на химической возбудимости и мы думали, что ионные каналы непосредственно связаны с тем, что называется электровозбудимая ткань но мы обнаружили, что ионные каналы работают практически во всех тканях тела и некоторые из них перечислены здесь начиная от нервных клеток, конечно же, до чувствительных клеток, клеток почек и даже клетки растений имеют большое количество ионных каналов второй сюрприз, который может быть не настолько нас удивит, это то, что ионные каналы являются первичными вмешениями для лекарственных препаратов вы видите здесь записи, которые мне предоставил мой друг Харальд Ройтер, ученый из Швейцарии который изучал кардиомиоциты и смог записать от единичных кальциевых каналов вот здесь видите контрольную то есть они при деполяризации просто открываются и закрываются но при присутствии антагониста кальция нитриндипина открытие стало реже и, конечно же, соответственно, ток стал гораздо ниже третьим сюрпризом стало то, что существует большое количество рожденных заболеваний, вызванных дефектами в ионных каналах это некоторые аритмии, миотомии, некоторые виды эпилепсии, диабет второго типа цистофиброз и так далее и около 200 из 30 тысяч наших генов кодируют ионные каналы поэтому не удивительно, что количество заболеваний, причина которых кроется неправильной функцией каналов, превышает сотню и четвертый сюрприз что существует целый класс прежде неизвестных ионных каналов это так называемые ТРП каналы, то есть каналы с переходным рецепторным потенциалом и, как я сказал, есть целое семейство каналов этого типа которые без использования методики локальной фиксации фрагментов не могли бы быть обнаружены и позвольте мне закончить с описанием удивительной роли ионных каналов то есть это чувство жара и холода вы знаете, что наша кожа иннервируется большим количеством нервов и эти нервные окончания очень специализированы на ощущение, допустим, прикосновения, жара, холода, боли и так далее и в некоторых из этих нервных окончаний есть особые каналы которые открываются и закрываются в зависимости от температуры есть целый ряд таких каналов и все это члены это так называемого семейства ТРП например, ТРП-1 открывается, когда очень холодно а на другом конце этой шкалы ТРП-2 открывается только при температуре 60 градусов по Цельсию и каждый из них работает при определенном пределе температур но вместе они покрывают весь спектр физиологических температур так что вы можете ощущать холодное и горячее но, что удивительно, эти каналы могут открываться не только в ответ на определенные температуры, но и на определенные вещества например, канал, который чувствителен к теплу также открывается при воздействии капсайзина ингредиента, который есть в красном перце вот почему красный перец мы называем горячим перцем на другом конце спектра у вас есть мята или ментол которые открывают канал ТРП-1 это тот механизм, который достаточно легко понять который объясняет, почему некоторые виды пищи распознаются как теплые и горячие или холодные Итак, позвольте мне теперь закончить некоторыми представлениями об исследовании нервной системы в принципе, вы можете делать это с помощью двух подходов сверху вниз который начинается с таких высоких процессинговых способностей мозга как, например, обучение, память, сознание и с помощью современных визуализирующих технологий вы можете изучать, где в мозге локализуются эти зоны вы можете изучать механизмы обучения с помощью кондиционирования, как много лет назад было показано Павловым также вы можете изучать, допустим, повреждения или недостатки при проведении нейрохирургических операций и таким образом обнаружить, как работает мозг но вы также можете пойти и другим путем и это начинается с изучения биомолекул, с генома чтобы понять, как работают такие молекулы, например, ионные каналы как различные молекулы взаимодействуют для формирования, например, нервных импульсов или синаптической передачи вы можете смоделировать нервную систему на компьютере вы можете смоделировать нервную систему на компьютере, симулируя нервные окончания и построить так называемые нейронные сети и удивительно, симулируя даже самую базовую архитектонику коры головного мозга что является послойной структурой где нейроны различных слоев связаны между собой и применяя определенные правила обучения к изучению вот этих сетей нейрональных на компьютере можно воспроизвести то, что мы считаем высшими нервными функциями как, например, ассоциативная память как, допустим, распознавание образов классификация объектов и это своего рода та область, где подход снизу вверх также требует и подхода сверху вниз но мы также должны понимать есть разрыв между двумя подходами это большой разрыв и связи, и понимание этих связей на разных уровнях видите, это изображено тонкими линиями поэтому сейчас, обращаясь к молодым людям, находящимся в аудитории я бы хотела сказать, что есть еще очень много работы для того, чтобы понять, как работает мозг и это то, что предстоит сделать будущему поколению, чтобы заполнить этот разрыв Большое спасибо за внимание Уважаемые коллеги, пожалуйста, несколько вопросов у нас есть возможность представить вопросы и не только у нас кто нас слушает, пожалуйста, можете выйти пожалуйста пожалуйста, вопросы у кого есть, здесь микрофоны, пожалуйста профессор Соколов профессор Соколов, Департамент нормальной физиологии у меня два вопроса первая вопроса у нас есть у нас есть у нас есть Очень sensitive to the heat, cold, and to the mechanical influences. What is the mechanisms of these ion channels in these receptors? Of course, it is big questions, but if you answer short, I will be satisfied, absolutely. Okay, well. Okay, well, regarding the first part of the question, I completely agree with you that the blood vessel is a complicated organ. I mean, my list of tissues where ion channels operate is definitely not complete. You know, it was just meant to be a few examples. I mentioned that there are 300 different types of ion channels operating all kinds of... So, I agree with you that the vessel wall is complex. People have, indeed, studied the endothelial cells, which are the heart of the regulation of the blood pressure. And colleagues have found a whole variety of different channels very specific to the endothelial cells, for instance. The second part of your question... Again, I agree with you that many cells have a multitude of receptors. По второму вопросу, я также согласен с вами, что многие клетки имеют большое количество рецепторов. And it is a big challenge to understand how all the regulatory influences on a given cell type are being processed in the cell to result in proper cellular function. And I mean, since the 80s there have been numerous studies on how ion channels interact, how they are influenced by second messengers from the incest. И с 80-х годов было очень много исследований, как ионный канал отвечает на различные виды. Как на них влияют внешне модулирующие агенты. Это одна из больших проблем, которая должна быть решена в ближайшие годы. Спасибо. Пожалуйста, кто еще? Жамила Ногманова, Division of HIV Infection. First, Dr. Nier, thanks so much for coming, for your wonderful presentation. We are honored to host you at our university. And my question concerns about the white substance of brain. I've read that white substance, particularly in a middle-aged brain, you know, has a great role. Even some journalists, at least, considers that white substance is where wisdom is located. Would you agree with this? Well, I think the prevailing idea is that most of the signal processing part is taking place in the gray matter, you know, where the white matter is basically fiber tract, myelination, fibers, I mean the kind of highways of the nerve. Is this the answer? Okay. So you would not think, because, you know, there's a new research reconsidering the role of white substance, particularly in middle-aged brains. Well, I have heard about such studies. I have heard about modern nuclear magnetic resonance-based studies, which allow to trace the fiber tracts. And by some asymmetry signal in the one can conclude on the intactness of the fibers. And I heard, for instance, from... In a recent study that dyslexia problem is connected to deficits in the white matter, and indeed colleagues are trying to base a early test for children regarding dyslexia on such NMR studies. And now some of our colleagues are trying to study on such studies to understand the diagnosis of dyslexia dyslexia dyslexia. Okay, thanks. Thank you very much. We are listening to this, except for this, the Republic. Maybe we have a little time. Guys, if there are questions from other medical universities, please talk to them in the очереди. Okay, please, have a question. Thank you very much. Thank you very much. You can take a look. You can introduce yourself. Julana Weijan, Department of Neurology. I am a nurse. So, you inspire us for the scientific research? Thank you, Duncan. Okay, what about the questions? Извините, вопрос на немецком языке, поэтому... Нет, нет, нет. Это не... Просто спасибо большое за эту презентацию. Спасибо, я надеюсь, что вы обращаетесь в английском. И что касается вопросов? У меня несколько вопросов. Я читала о артифициальном ион-чанале контракте. Как вы думаете о будущем этого, я не знаю, потенциального использования? Артифициальный ион-чанал? Артифициальный ион-чанал, да. Да. В чем контекст? Может, в контексте медицины. Медицины? Да, в некоторых заболеваниях, как тахикардия, или эпилепсия. Если я не знаю, я очень интересен. Конечно, благодаря молекулярной генетике можно экспрессировать ионные каналы во многих тканях. Можете изменять их путем различных тоже методик. И вы можете использовать такие модифицированные каналы для изучения их функций. Но я не слышал об исследованиях, которые бы использовали искусственные каналы для исследования лекарственных препаратов. Окей. И второе вопрос, это про эпилепсию. Я думаю, что это очень важно, чтобы осуществить и осуществить эти ионные каналы. И, может быть, председатель фактором эпилепсии, может быть? Конечно же, эпилепсия – это целая группа заболеваний, различных заболеваний. В целом, я думаю, что это нарушение равновесия между возбуждением и ингибированием. И каждый инженер знает, что любая сложная система с большим количеством направлений и действий на самом деле очень сложна для поддержки и стабильного функционирования. Поэтому это даже удивительно, что мы чаще всего не находимся в состоянии эпилепсии. Что означает, что возбуждение и подавление очень хорошо сбалансированы. И механизмы, которые лежат в развитии любого вида эпилепсии – это либо повышенная возбудимость, либо это сниженное, наоборот, ингибирование. Окей. Спасибо, спасибо. Следующий, пожалуйста, следующий. Уважаемые коллеги, если из других университетов будут вопросы, прямо прерывайте и пишите, пожалуйста. Доцент Большанова, Нургуль, Департамент нормальной физиологии. Какой основной интерес в последние годы, в зависимости от инвестигации и функции single ion channels in cells? Новый интерес в последние годы. О, есть. Ну, мой own, my own research actually has not been engaged with ion channels for at least 15, 20 years. Rather, my interest shifted from ion channels to calcium signals, to secretary processes in, say, adrenal chromophane cells, no, to finally synaptic transmission. Вообще-то, в последние 15-20 лет непосредственно единичные ионные каналы уже не являются областью моих интересов. В последнее время мои интересы сменились в сторону нейротрансмиссии и... Несколько лет назад мы стали изучать хромофинные клетки, которые выделяют адреналин. И мы заинтересованы вот именно в изучении процесса релизинга этих муществ, как своего рода способа секреции нейротрансмиттеров. В последние несколько лет моя лаборатория в основном работала с... ...с тонкими срезами мозга, где мы изучали выделение глютамида как наиболее важного возбуждающего нейротрансмиттера. Уважаемые коллеги, у нас буквально 5 минут времени остается, извините, пожалуйста. Буквально 5 минут. Последний вопрос, наверное, вот студент задаст. И вот регионный, я понимаю, здесь у вас огромное количество вопросов, но это просто невозможно. Пожалуйста, последний вопрос. Мухич Кулмагамедов, студент первого курса, Генеральной медицинской факультуры. Мы очень благодарны вашу лекцию. И я имею в виду еще один вопрос. Это знание, что это очень полезно. Так что, если это возможно, чтобы мы используемся в медицинской факультуре, в медицинской факультуре и в медицинской факультуре? Я думаю, что это очень важно для генетических заболеваний или медицинской факультуре. Спасибо. Вы хотите задать вопрос? На самом деле, некоторые исследователи работали над изучением органелл. Есть, по крайней мере, одна лаборатория, которая занимается митохондриями. Я помню несколько исследований по оболочке ядра, мембране ядра. Некоторые изучают саркоплазматический ретикулум. Поэтому я имею в виду, что в литературе очень много таких исследований. Но на самом деле, это нелегко изучать органеллы, поскольку они очень малы, например, как митохондрии. Например, оболочка ядра, там очень много пор. Поэтому это проблематично, но можно их изучать. Спасибо. Извините, профессор Невер, у нас есть 1 часа для нашей литературы. И некоторые люди из Симии, Караганда, Астана, которые хотят задать вопрос. Только 1 вопрос. Это очень短. Пожалуйста. Мои коллеги из Симии, Палатинска, из Караганды, из Астаны, кто хочет, если задать вопрос, пожалуйста, один вопрос. И у нас время с 3 до 4. Пожалуйста, если есть вопрос. Я понимаю, вопросов много. Работа профессора Невера уже классика. Она уже является в учебниках, во всех учебниках по физиологии. Она является основой для клинического понимания, формирования патологии. Так что это понятно. Пожалуйста, если есть вопросы. Коллеги. Если нет вопросов, у нас по временям ограничены, с вашего позволения, от имени всей медицинской общественности. Дорогой Шаманч, я вас попрошу, взаимодействовать, не знайте. Уважаемые коллеги, мы сейчас являемся не просто свидетелями. Мы имеем честь, имели честь, благодаря лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины, впервые за многие лет слышат такое фундаментальное направление лекции. Материалы удивительны, нам необходимы, потому что сегодняшняя медицина, которая больше нацелилась на быть точной. И эта медицина как раз нуждается именно подобного рода фундаментальных актов. Именно фундаментальные основы нашей медицины, сегодняшней же медицины, сегодня преподносены прекрасным образом нашим дорогим лектором Эрвином Хэннер. И я хотел бы поблагодарить профессора за эту большую честь и успехов вам выразить в всей медицинской общественности нашей страны. Дорогие мои коллеги, профессор Эрвин Мейер был 15 лет тому назад во время 75-летия нашего университета. Он был приглашен к нам на наш университет. Ему было присвоено звание почетного профессора нашего университета. Если вы позволите, спустя 15 лет я одену ему мантию и от имени всех нас поздравлю вас с этим событием. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо всем, спасибо всем. До встречи. До встречи. Спасибо.